здравствуйте мои подписчики и гости канала у нас 15 градусов на улице и мы зажгли камин конечно с камином очень уютно даже просто смотришь на огонь и успокаивает сегодня саша решил жарить шашлык и сейчас он готовит мясо делаем из индейки свинину мы не покупаем уже давно не едим кроме сала и смальца кстати смолец который мы вытапливаем показываем видео как бережно и полезно для здоровья вытапливать смолец он саша режет мясо он покупает сажать ты без кости же покупаешь до бедра индейки и вот он готовит для шашлыка такие кусочки а вот то что обрезает жирное это пойдет на фарш прожилки он убирает жировую прослойку сюда тоже кидает ну вот чтобы фарш был не сухой получается такой очень вкусный и шашлык кстати говоря тоже очень вкусный мы жарим на газовом гриле тоже смотрите стоят у меня видео и там еда получается особенно шашлык рыба вообще все что не приготовишь там очень вкусно такой особый вкус но сегодня саша покажет хотя не раз уже показывали но у него еще там такое приспособление тоже показывал уже видео где там одним махом он переворачивает все сколько саша у тебя там этих шампуров 8 9 шампуру да и вот он одним таким поворотом переворачивать все эти 8 палочек и поэтому получается все так равномерно прожаривается очень замечательно я просто в восторге но вот это да пойдет все на на фарш такое все непонятные субстанции однородные куски нашла нежели вкусненькие чтобы остановишься данного ваш ну вот мы как я уже сказала свинина не свинину не едим ну говядину тоже как-то не берем говядина считается полезное мясо иногда можно ну мы как-то не там и мы мясо не очень употребляем часто кроме индейки ну и курицу иногда но в основном у нас индейка не сказать что она дешево но лучше взять качественное что-то не часто но не считаю что она стоит того как видно из моих видео где я показала уже свою закупку практически мы магазине очень мало что берем поэтому иногда хочется показать что мы покупаем но настолько ассортимент там большой но мы практически ничего не берем где я считаю 99 процентов того что там продукты есть не не очень хороши для здоровья но мы все равно едим очень вкусно и сытно мы придерживаем такого питания делаем интервальное голодание это после 8 это уже все стараемся не есть не пить купить можно иногда фрукты яблочко там вот всю ночь получается вот это время и до обеда но постараемся под свой график если допустим куда-то надо ехать или работать по необходимости едим все зависит от того какой у вас режим дня можно подстроиться интервальное голодание получается надо 17 часов и это уже достаточно довольно таки хорошее время вот сегодня сейчас сколько там время уже пол второго мы еще не ели я не ела саша уже перекусывал массажа рано встает я где-то 8 саша где-то 45 часов встает поэтому у него перекус есть но у него свой режим у нас у каждого свой режим кто учится кто работает каждый подстраивается но стараемся вот эти интервальное голодание чтоб присутствовали хотя бы 15 часов разницы или между восемь часов но у нас нету такого завтрак обед ужин совершенно нет у нас мы получается где-то два раза едим перекусов нету потому что не успеваешь там и воду попить ну такой режим дня получается дети тоже подстраивается стараются конечно для молодежи она немножко проблемно такую вам релаксацию с камином поставлю прям забывает как зимой родились мы в деревне и поэтому для нас это такая уютность печки но печка у всех было деревне и поэтому когда она горела особенно зимой вот и такое завывание напоминание детства это для меня тоже камин очень его люблю скоро саша планирует дрова надо будет купить все это дорого конечно раньше было попроще сейчас очень дорого даже дрова у нас дом небольшой поэтому очень выручает этот камин зимой время от времени топим ну конечно больше сказать вот для уюта для вот такого чтобы такой дух пошел тепла по всему дому слышите да такое завывание ах у нас еще с той стороны окошечко саша делает фарш здесь шашлык готов но еще не готов но мясо кусочки уже готовы это фарш потом мы раскладываем вот мешочки таким замочком такие порционные вот мой сильный мужчина все по старинке надо бы электрическую уже купить саша не хочет говорит я привык хоть какая-то зарядка они говорят приправы какие-то мясо нет самое главное мужские руки это точно и много лука куркума это паприка ну каждый что на любителя мы делаем так перец хорошо отжать да лук чтобы соп пустил покажи какие кусочки для меня немножко большеватые они такие такие с ладонь это не жирный ну да он немножко жарится будет нормально куркумы немножечко тоже куркума полезно ну вот у нас самые такие ходовые можно еще добавлять по желанию всякие приправы саша не швыряй рук разбрасываясь кастрюля маловатая но у нас побольше нету даже есть пошире но она такая же она шире но пониже так крышку закрываем и в холодильник вставим до завтрашнего утра можно же конечно и сегодня жарить да 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 ну через два-три часа где-то да но лучше завтра лучше пропитались шашлычок нанизывает саша на шампуры мне кажется такие большие кусочки уже куски посмотрим какие они будут когда готовые вот так функционирует сковородный механизм ну крутишь и все 9 крутится ну да еще немножко и готовы я думала что большие куски они ужарились так рассказывай что тут сейчас на полную мощность включил что температура упала должна сколько быть ну так 180 200 сейчас я подгоню и начать я поставлю температура быстро поднимается так температура подходит 180 и теперь я горелки на четверть мощности поменьше поменьше да вот на самом минимум вот это что но это горелка тоже ты ее не включил нет нет она выключена а для чего она сильно высокую температуру быстро поднимает вот этот это вот часть шашлык готов вкуснятина пахнет очень вкусно все пойдем есть нашла дочь и Продолжение следует...